Друзья, всем привет! Я очень долго думал, стоит ли снимать это видео, потому что лично я не являюсь большим поклонником просматривать подобные ролики. Но посмотрев статистику просмотров и пожеланий подписчиков на моем канале, на других каналах, я убедился, что другим людям такие ролики нравятся. И в частности эти ролики больше не с целью того, чтобы рассказать, что вот именно у меня и именно на моем водоеме в этом сезоне ловили какие-то приманки, потому что это все крайне субъективно и очень индивидуально. Эти ролики больше носят смысл того, чтобы просто ознакомить массы с какими-то конкретными моделями. Не в том, что вот именно у меня они сегодня ловили, а в том, что просто такая модель есть и человеку возможно будет интересно узнать о каких-то новых приманках, которые он для себя до этого не открыл. Поэтому будет список 5 лучших и те модели, которые в этом сезоне хоть как-то себя проявили, когда-то выстреливали. Номер 1 в этом сезоне, бесспорно, это Итума Чип. Этот воблер у меня был уже в прошлом сезоне, но как-то я на него посматривал косо. Пару раз кинул его где-то на пляже, посмотрел, как он себя ведет и все, и забыл про него на целый год. В этом сезоне мы поехали с моим другом Андреем на рыбалку, на весеннюю, и я взял с собой только воблеры мину, потому что я знаю, что голавль весной очень любит воблеры мину и крайне неохотно отзывается на кренке. И как оказалось, на воблеры мину я не поймал ничего, а вот Андрей на кренке полавливал. И тогда я решил стрельнуть у него приманку, и он дал мне чип, по-моему, как раз вот в таком вот цвете под жучка. Он дал мне чип. И, по-моему, с третьего или четвертого заброса я поймал небольшого голавлика, такого, наверное, на 100-150. Сразу появилась какая-то уверенность, что приманка работает. Потом я получил пару сходов, потому что еще как бы руки не привыкли к резким поклевкам. Головля немножко я прозевал эти мощные поклевки, был не готов к ним. И вот, наконец, на одном из сносов, без подмотки, сел рекордный в этом сезоне голавль где-то на полтора килограмма, может быть, чуть больше, чуть меньше. И вот с этого трофейного голавля, в принципе, начался мой голавлиный сезон. И начался сезон Итума Чип. Потому что сразу появилась вера в этот воблер. На следующей рыбалке я уже целенаправленно сразу поставил свои чипы. У меня их, по-моему, было 2 или 3 на тот момент. И начал неплохо на них ловить головлей. Один, по-моему, я оторвал. И решил заказать себе сразу побольше в разных расцветках новых. Заказал порядка 10 штук. Версии MR и SR. И в совершенно разных цветах. Посмотреть, как они будут работать в разных расцветках. И, как оказалось, расцветка в этом году или вообще в целом не влияет совершенно никак. Голавль ловился. И вот на такие вот натуральные какие-то невзрачные расцветки. И на какие-то вот такие вот поджучка. Очень такие вот детализированные. И на кислотные он ловился. И на блестящие. Абсолютно на все ловился одинаково. Итума Чип в этом сезоне творил чудеса. Он ловил как на снос, так ловил поперек струи, ловил на обстрим. Единственное, что он не любит проводку против струи. Все-таки немножко он заваливается. У этого воблера есть какой-то предел, силы течения, после которого он начинает валиться на бок. Ну, не совсем радикально, вот так как многие там какие-то непотребные китайские непонятные подделки. Но все же немножко он подваливается, а иногда просто вылетает наверх. Его выбивает струей, в частности, вот версию СР. Но это бывает с очень многими воблерами именно в версии СР. Когда очень сильная струя, воблеры версии СР и ССР просто начинают выдавливаться наверх и волочиться по поверхности или крутиться даже. Это бывает даже с очень-очень дорогими воблерами. Это уж просто такая конфигурация самих приманок. Ну, вот и Tuma-чип склонен немножко подваливаться при очень-очень сильном течении и проводке против течения. Поэтому лучшей проводкой, как и всегда, была проводка на снос. Об этой проводке я уже не раз рассказывал, поэтому сейчас я останавливаться на этом не буду. Также работала проводка поперёк струи с вращением катушки и очень неплохо работала проводка на обстрим с движением воблера на себя и разворотом где-то примерно около травки, около камушка какого-то. То есть у гипотетического места, где мог стоять головль. Очень часто стоит воблерку только после сноса, обстримного такого, как бы на себя, начать разворачиваться и тут же следовала поклёвка. Воблерок очень в этом году радовал и он занимает первое место, потому что 99, наверное 98% всех головлей я поймал на него. Вот конкретно вот этот, весь такой потёртый, прошёл со мной весь сезон и вот дожил до осени. И вот этот, и вот этот вот тоже. Остальных где-то штук, наверное, я 15 за сезон потерял. Да, вот так часто я теряю приманки, но как бы и условия были такие, это не чатка, это кувшинка, это камни. Головль, он всё-таки любит такие жёсткие тяжёлые условия, в том числе и коряжник. Поэтому приманки уходят достаточно часто и справедливости ради, хорошо, что Итуму Чипс стоит не как половина паровоза, а всего лишь 300 рублей. Поэтому потеря, хоть и досадная, потому что приманка уловистая, но в то же время она не сильно бьющая по карману. Потерять какой-нибудь воблер там за 1000 рублей было бы гораздо болезненнее и обиднее. Итак, второе место, это опять же Итума, но это уже воблерок под названием Минишед. И сейчас многие могут подумать, что я занимаюсь опять рекламой и пиаром. Ну отчасти возможно да, потому что эти приманки мне высылают как бы на халяву. Но во-вторых, я никогда, как я уже говорил, не лукавлю и не вру. Но если есть статистика, что эта приманка ловит, то я об этом и говорю. И именно поэтому я и запросил эти модели. Не потому что мне захотелось, а потому что я знаю, что они ловят. Я могу на них поймать, показать видео как вам, так и рекламодателю, в частности Итума. И все будут довольны. Чем я буду заказывать модели, на которые я ничего поймать не смогу или которые я пока что не понимаю. И поэтому я честно и полностью открыто говорю вам, что вот эта модель в этом сезоне была номером 2. В принципе, как и в прошлом. В прошлом сезоне, по-моему, она была вместе на третьем. Но все равно ловила прекрасно. Моделька Минишед это то ли Шед, то ли Крэнк. Сложно даже сказать. Наверное, все-таки даже больше Крэнк, нежели Шед. Эта моделька очень шумная. И вдобавок очень дальнобойная. Хорошо летает. Обладает хорошими крючками, как и чип очень цепким. Но об этом я уже обо всем рассказывал в отдельном обзоре. А сейчас я лишь скажу, что эта приманка тоже подвержена немножко валиться на течение. Причем даже чуть сильнее, чем чип. Если проводка против сильной струи, то Минишед также начинает подваливаться на бок. Поэтому, когда вы будете покупать себе эти приманки, если будете, то учитывайте этот момент. А то скажете, что я тут вам наврал. Что рекламировал приманку, сказал, что она ловит, что тыры-пыры. А она берет и валится. Я сразу вам говорю, да, она валится немножко на бок против очень сильного течения. Как и у чипа, у нее есть предел сопротивляемости потоку воды. Но это не делает воблер менее уловистым, иначе бы он не попал на второе место. При проводке на снос, при проводке с петлей на обстрим и при проводке против или под углом к не сильному течению, к не очень сильному течению, этот воблер работает прекрасно. И ловит и головля, и щуку, и окуня. И еще отличительный момент Минишеда, это то, что его можно твичить. Если чип это такой радикальный крэнк, который, ну, можно тоже подтвичивать, но он не очень с этим дружит, как бы вот в моих руках, по крайней мере, то вот Минишед прекрасно твичится. То бишь мы проловили какую-то струйку интересную, головляные, перспективные точки, выходим на какой-то плюс, такой тихий с травкой, и прямо сразу же переходим на рывочки. И очень часто в этот момент вылетает щучка и его атакует. Поэтому можем спокойно разнообразить свою рыбалку. Но все же этот воблер больше всего мне нравится по ловле головля. И у него второе почетное место. На третьем месте, а нет, вру, на третьем месте у нас товарищ, который должен здесь быть, но его здесь нет. Это Lucky Craft Clutch SR. Увы, не один из них, а было всего у меня их два, до этого момента, до осени не дожил. Помимо того, что это просто сверх дальнобойный воблер, который позволяет доставать головля с самых-самых дальних точек перекатов, позволяет забрасывать с себя метров на 50, на тонком шнуре, мне кажется, можно и дальше кинуть, если не отстрелите, конечно. Потому что воблеров такой достаточно увесистый. Он летает просто как пуля. Из всех моих крэнков Clutch это самый-самый дальнобойный. Это воблер, который позволяет доставать головля из-под того берега реки, из-под каких-то дальних укрытий, которые находятся на перекате. Помимо того, что этот воблер является очень дальнобойным, наверное, самым дальнобойным в моей коробке, ну, точнее, являлся, потому что в реке он и остался. Этот воблер является очень активным крэнком с очень мощной игрой, что, несомненно, в плюс. По активному головлю крупный, активный крэнк это всегда хорошо, особенно начиная с середины лета, когда головль переходит на кормление какими-то крупными предметами, теми же лягушатами, мальком и еще чем-то таким. Потому что весна все-таки это, в первую очередь, кормление мелким мальком, потом он переходит на кормление различными личинками, личинка стрекозы, там поденка, потом майский жук вылетает у нас, ну, а потом начинается сезон, когда головль начинает кормиться лягушатами, какими-то крупными насекомыми, в том числе шершнями, стрекозами и так далее. И в эту пору крупные, активные, мощные такие крэнки работают лучше всего. Поэтому клатч в версии SR, ну, можно, конечно, и в других версиях, но вот SR это у меня как бы любимое. Я советую иметь его нужно, потому что столь дальнобойного и мощного крэнка стоит еще поискать. Увы, вот у меня не осталось ни одного, но к следующему сезону я обязательно себе пяточек заимею. Но, к сожалению, цена на них просто катастрофически выросла. И если недавно я еще покупал по 500 рублей, то сейчас они стоят 800. И это учитывая то, что доллар стоит на месте. Я не знаю, почему так подорожали лаки-крафты. Ну, как бы воблер хороший, он незаменимый, поэтому даже учитывая такую возросшую цену, покупать его придется. Потому что порой без клатча это просто как без рук. И у него третье место в нашем списке. Ну, а на четвертом, которого я хотел поставить на третье, у нас идет Касадака Рэйвен. Касадака Рэйвен это вообще просто мега классика ловля головля. Причем вот в наших условиях, на наших реках, из всех кранков вот этого типажа, типа Чабика, именно Касадака Рэйвен работает лучше всех. Потому что у него отличная от Чабика и других копий игра. Она более высокочастотная, она более звонкая, сама погремушка у него немножко имеет другое звучание. Вот, видимо, благодаря вот всему этому воблер ловит лучше. Скажу честно, у меня, вот сами можете посмотреть, здесь нет Чабика в этом списке. Хотя вот там вот справа в коробке они лежат. На Чабике за все годы ловли головля я поймал, по-моему, одного или двух. И не только я, почему-то, я не знаю почему, в наших, вот на наших реках, вот именно в Владимирской области, Чабики работают так себе. Очень многие их покупали и тут же продавали. Вот мой товарищ Дмитрий Шмонов, он себе накупил тоже Чабиков и потом долго пытался их продать, потому что, по-моему, никто их не хотел даже покупать. Потому что все знают, что Чабик у нас это воблер так себе. Но, на удивление, его копии работают порой просто великолепно. Вот в прошлом сезоне, вообще прошлый сезон прошел под эгидой вот этого воблера, о котором я сейчас чуть позже расскажу. В прошлом сезоне он творил чудеса. Ну и Ксадака Рэйвен это стабильно, всегда стабильно хороший воблер, который всегда приносит поклевки как головля, так и езя, и жереха. Вот в этом году я поймал пару неплохих жерехов на него, где-то таких в районе килограмма, также ловит окуня, щуку. А вот классический Чабик ловит только щуку и редко окуня. Ну, иногда вообще очень редко ловит головля и езя. У некоторых конкретно, вот тоже у одного моего знакомого Кирилла, у него просто коллекция воблеров такая, что в ней порядка пяти или семи штук, и из них два Чабика. И, как говорится, когда нет гербовой, пишем на простой. Он упирается в эти Чабики и в итоге что-то ловит. Порой неплохо у него там получается поймать тоже хорошего головля, но опять же он тратит на это время и он ловит, потому что нет ничего особо другого. Но если конкретно сравнивать Чабика и Рейвен по нашим рекам, по Владимирским, то вот предложи мне пять Чабиков и одного Рейвена, я бы выбрал одного Рейвена, потому что я знаю, что на него я поймаю и что этот воблер реально головли просто разрывают порой, в то время как Чабик это так себе приманка. Ну вот опять же в наших условиях. Я не хочу сказать, что Чабик это плохо. Есть каналы, где люди прекрасно просто ловят на Чабика. Тот же самый канал Евгения Иванова, где он прекрасно ловит на эти воблеры. Но вот у нас они не работают. А вот Рейвен ловит всегда. Поэтому у него четвертое место. Ну и последнее, пятое место. Это вот такой просто весь истертый, трехгодовалый уже в моей коробке воблерок под названием Чирфул от Pantoon 21. Я уже неоднократно говорил касаемо своего отношения к этой конторе, что она мне нравится своим, в принципе, ассортиментом товаров, но подбешивала своей постоянной рекламой. И если бы реклама была не такой напыщенной, такой наглой и вездесущей, то, возможно, у меня были бы очень теплые отношения к этой фирме, потому что продукция у них реально есть очень и очень неплохая. Тот же самый Психоган, который у меня имеется, мне очень нравится. Это один из моих любимых спиннингов. И вот этот воблерок Чирфул является моим любимым из всех маленьких шедиков, потому что он ловит не только головля там или жериха на простой равномерной проводке с какими-то там модификациями, тот же снос там и так далее, но также он прекрасно ловит на твичинге окуня, он ловит мелкую щуку. Этот воблер, он порой выручает и творит чудеса. Поэтому вот конкретно за Чирфул я могу сказать, что это просто уникальнейшая вещь, с которой вообще и началась, в принципе, контора. Это Pantone 21, это самый первый их товар, который появился. И вот на протяжении уже всех этих лет он неизменно остается одним из лучших. Что бы там у них не появлялось, какие бы новые маленькие шедики они не придумывали, классикой останется Чирфул. Я очень люблю этот воблер, очень положительно к нему отношусь и всячески могу вам его советовать. Что касаемо проводок, ну все очень просто. То же самое. Это снос, это равномерка поперек течения, абстримом, против течения. Он держит даже очень мощную струю, он не выбивается, не валится на бок и ловит как активного, так и пассивного головля. Воблер очень интересный, не очень дальнобойный, но в то же время для малых рек, для микроречек он очень и очень хорош. Мне этот воблер очень нравится, и я могу вам его советовать. Хотя в целом в компании Pantone 21 у меня теплых чувств нет. Но вот эта приманка, она ну просто какой-то шедевр. Есть у меня еще, сейчас найду версия, та которая, вот он. СР. СР. Вот такой вот потертый, покоцанный весь, ни единого живого места на нем нет. Это Cheerful SR, тоже сороковой. Этот воблерок у меня уже, по-моему, года тоже или три, или даже четыре. И на него я поймал, по-моему, всего три или четыре головлика. Не знаю почему, но вот версия СР хуже у нас, опять же, вот у нас, на Владимирских реках, и в моих руках хуже ловит головля, чем версия МР. Но зато на него я поймал порядка, наверное, полутора сотен небольших щучек, начиная там от 50 грамм буквально таких карандашей и заканчивая полторашками. Вот на этот воблер ловились щуки весом полтора килограмма. Причем, вот мне тут тоже пишут, на весь из щук в моих видео, типа, там нет полторашки, там нет килограмма, я уже замучился объяснять, что камера у меня с эффектом дверного глазка. И чем дальше я отвожу руку от себя и от камеры, тем меньше кажется в ней предмет, в частности рыба и сама рука. Иногда, как бы, рыб мы забираем и потом их взвешиваем дома. И если в рыбе там было полторашка, то оно, значит, так и есть. У меня на щуку не очень сильно наметан глаз, но примерно там с разницей в 100 грамм я могу определить. Бывают, конечно, исключения, когда ловишь на микроречке, вокруг все миниатюрное, ты ловишь щучку, она кажется тебе крупнее. Бывает, да, я там пару раз ошибался. Но, в основном, все-таки вес, я примерно говорю правильно. И вот на этот воблер реально я взвешивал, самая крупная щука была 1,470 кг. Вот на этот маленький воблерок. Причем мы ловили их в пойменные лужи глубиной буквально полметра, а то и того меньше, с очень мутной водой. На крупные мины вообще поклевок не было, на удивление, потому что вроде бы мутная вода, крупный воблер должен давать больше импульс, сильнее привлекать рыбу, особенно шумный. Но нет, а вот на такой маленький воблерок я за час, по-моему, или там за два ловли поймал 36 штук, начиная там от 100 грамм и вот там до полторашки. Вот такой воблерок, немножко не по теме, но как бы, раз уж сказал про МРК, то вот затронул и версию СР. Но по головлю почему-то не очень, вот штуки, по-моему, там 2 или 3 на него всего поймал. Ну вот, собственно, и весь такой у нас топ. То бишь, 5 мест это Итума Чип СР и МР, как один воблер у нас идут. Второе место Итума Мини Шет, третье место, которого у нас нет, это Клатч СР. Четвертое это Косодака Рэйвен и пятое место это Чирфул от Пантун 21. Ну а теперь воблерки, которые хоть как-то себя в этом сезоне проявили, принесли одного или двух, там, может, пяток головчиков. Но в то же время на них были поклевки и какой-то интерес головля. Ну, во-первых, это вот такой Миноу, очень ставший редким. Не знаю почему, но его практически перестали закупать крупные магазины и продавать. Может быть, просто перестали в Россию завозить. Но это компания Культива, то бишь, это Овнар. И приманка называется Риппен Миноу 65. По сути, это такой Миноу, который больше подходит для ловли щуки. Очень такой громкий. И он у меня был в прошлом сезоне одним из лидеров по ловле щуки. Некрупной щуки, там где-то тоже до килограмма. На него щука ловилась прекрасно. Вот он тоже тут весь в таких небольших точках. Но справедливости ради, у него хорошее покрытие. Поэтому его не сильно ободрали. А в этом сезоне я решил попробовать половить на него жериха и головля. И вот было несколько моментов с поклевками головли. Одного, по-моему, я поймал. Одного хорошего такого под килишника я слил. И был выход хорошего где-то такого под полторашник на него жериха. Воблерок интересный. Помимо того, что он работает на твичинге, он также ловит и на просторах, наверное, проводке на течение белого хищника. При размере 65 мм. Далее. Айкэт. Это Фишекэт фирма. Маленький такой крэнк 32-й версии DR. Вот в таком цвете. Принес, по-моему, тоже одного или двух небольших головликов. И энное количество окуней в этом сезоне. В прошлом сезоне он у меня работал только по окуню. Вот тоже потёрся. Покрытие у него так себе. Следующий облерок. Это Страйк ПРО Крэнки 40. Опять же, копия Чабика. Но очень похожая по всем характеристикам и по поведению в воде. Даже крючки я снял с оригинального Чабика и переставил сюда. Потому что, как я говорил, Чабики у нас не ловят, а хорошим крючкам пропадать жалко. Что хочется сказать. Я положил этот воблер сюда, но в этом сезоне он не поймал ничего. Я положил его сюда лишь по той причине, что в прошлом сезоне он ловил, ну, примерно как в этом сезоне, чип. То бишь, в прошлом сезоне на чипы я просто не ловил. А ловил вот на этот крэнк, и он принес практически всех головлей прошлого сезона. А в этом сезоне, сколько я не кидал, даже ни одного выхода, ни одного проявления активности не было на эту приманку. Причем вот этот такой побитый уже, на нем, вон, краска слезла кусками. На него и щуки ловил, как бы, и в сваи он улетал, и камни бился. Вот особенно под мостом, там на речке *** очень много камней. Немножко чуть перекинул, и он бьется о камни. Вот он весь обколотился. И, как бы, может быть, в этом могла быть причина, что он такой пошарпанный. Но я в это не верю, как бы. И, во-вторых, подтверждение этому, то, что у меня еще есть таких две штуки, и ни на один из них не было ни поклевки. Но вот была у меня еще версия DR с большой лопатой. И на нее я поймал порядка, наверное, трех или четырех таких крупных, хороших головлей за два дня рыбалки. И потом я ее оторвал там на коряшке. Хотел себе заказать новые, но почему-то не заказал и, в принципе, не пожалел. Потому что с этого места головль уже потом сместился. А применение в других точках я этой приманки особо у нас не видел. Потому что в большинстве других мест, где ловится головль, дно крайне сложное. Там коряжник, там камни. И такие приманки, ну, с большой долей вероятностью обратно с вами домой не вернутся. На камнях-то еще ладно, но вот в корягах, где обычно у нас клюет головль, с такими приманками можно расстаться на раз. А вот та точка была такой песчаной, это был мост. И головль там, прям вот визуально было видно, как он там ходил. Ему просто подаешь на снос диповый крэнк, и он его охотно кушал. Следующее, это не совсем крэнки, это вот такие колебалочки Big Cat Fishing модели Nemo, о которых я уже снимал там порядка двух или трех роликов. Тоже на правах рекламы, во-первых, потому что приманки это донатные, это тоже подогнанные, так сказать. Но в то же время они реально рабочие. Как я уже говорил, я рассказываю положительно только о тех вещах, на которые либо уже ловил, либо в которых полностью уверен. Если будет какое-то фуфло, я это брать ни на обзор, ни на какую-то рекламу никогда не буду. И вот эти колебалочки, это так сказать, то, что нужно. Они достаточно бюджетные, они очень простенькие, очень понятные, но в то же время они очень уловистые. Я первое время тоже в них сомневался, когда нам с моим другом Андреем их подогнали, а он начал ловить на них сразу. И пока я лазил с кроенками и не видел ни одной поклевки, он на эти колебалочки вынимал головля за головлем. Ну, потом и я начал, как бы, появилась вера в них, начал на них ловить и полностью понял то, что это классная рабочая вещь, которая ловит не только головля, но и окуня, и щучку, и жереха. Потом мы, как бы, в отчетах всех людей подсадили на форуме у нас на эти колебалки, и уже от других людей пошли отчеты с поимками головля, и жерехов, и щучек на эти блесна. Было очень приятно, то, что реально ты, как бы, помог продвинуть хороший, правильный товар, тем более от местного, так сказать, производителя, от своего земляка. Итак, дальше. Бэйби Крэнк 35-й ДР. Тонущий. Этот воблерок вообще считается достаточно такой матерой, лютой классикой по ловле головля. Многие прекрасно на него ловят головля. Я посмотрел там в роликах, в статьях. Но, честно сказать, вот в наших условиях, опять же, так же, как и с Чабиком, с ним все очень прозаично. Головля ловится, но очень и очень, так сказать, периодами. Какие-то периоды, вот, есть у головля, когда ему по душе, конкретно, вот, игра этих приманок, и он начинает на них ловиться. Проходит буквально пара дней, и можно не поймать на него ничего. Говорить о какой-то стабильности, касаемо наших, опять же, водоемов, Владимирских, я не могу. Потому что у нас он ловит крайне нестабильно. Но очень стабильно ловит окуня. Вот по окуню, по мелкой щуке, это просто номер ван. Из всех маленьких диповых крэнков по окуню, бэби крэнк это номер один. Лучше него у меня пока что никого не было. Но, опять же, в этом году, по-моему, одного головлика я на него поймал. Вот такой воблерок. Это Лаки Крафт, опять же, Флет Крапия ССР, которая идет прямо поверху воды. Пока вот она у меня ходила поверху с усами, на нее даже выходов не было. Я взял, подгрузил ее вот так вот свинцовой пластинкой. Это даже не суспендоц, это просто поплавочная дробинка, которую я расклепал и приклеил на суперклей. И все, воблерок начал чуть подныривать, идти с такой достаточно мощной игрой, и на него начались поклевки. По-моему, не поймал я на него в итоге ни одного, но количество выходов было достаточно большим. И поэтому я могу его положить в этот список. Пускай, да, на крючках на нем рыба не посидела, но были выходы, был интерес у рыбы, были тычки, но не знаю почему. Видимо, из-за, может быть, одинарников, или просто из-за какого-то поведения воблера, головы на него не секся. Он просто выходил, чмокал где-то рядом с ним или по нему, но не засекался. Но, тем не менее, на него была какая-то активность, какие-то выходы, поэтому воблерок я решил тоже положить вот сюда. Итак, переходим, наверное, к трем самым таким лучшим в верхней линейке. Это Косодака Роджер Сёрф. Тот, который у нас подповерхностный. Это тоже версия, так сказать, СР. Этот воблерок наряду с Рейвеном является легендой от Косодаки ловли головля. И прошлые сезоны он порой творил просто чудеса. И жереха я на него ловил, и огромное количество головлей, и щук, и окуней, и под язки попадались. То бишь, это был один из самых-самых топовых в прошлых сезонах. Но вот в этом году его немножко потеснили, и чтобы, так сказать, создать топ-5, а не топ-7, я решил его в этот топ-5 не включать, а включить вот в те позиции, которые ловили чуть похуже. А так бы он занял у нас шестое место в нашем топе. На него в этом году были тоже поимки, их достаточно было много, но не настолько много, чтобы как-то вот его ввести в пятерку лучших. Хотя этот кранг является одним из самых моих любимых, также у Касадаки. И не менее хорошо ловила версия миди, то бишь, эмэрочка, которая поменьше. А конкретно вот этот воблерок у меня уже года три, тоже весь побитый, вот на нем тут и щучьи следы, и потертости от крючков, и так далее. То бишь, повезло ему, он прожил достаточно долгую жизнь, от того, как некоторые, один из них, которым я упомянул чуть позже, погибали после первой поимки. Ну, Роджер Миди, это в принципе та же самая классика, что и Роджер Сёрф. О нем можно сказать все то же самое. Ловит прекрасно, но в топ в этом году он не попал. И еще один, который неплохо себя показал, это ботом тренк от фирмы Skagit Designs. Фирма такая, не шибко известная, хотя и японская, достаточно гуманными ценами, но в то же время почему-то не считается на топовой и серьезной. И какие-то такие правильные рыболовы на нее особо не смотрят, потому что это не Megabass, это как бы не Z-Baits, это какой-то Skagit Designs. Но в то же время у них достаточно высокое качество, очень интересная система огрузки приманок. Приманки практически все тонущие, практически все тихие. Вот ботом тренк к тому не исключение. И на удивление, вот такая мощная лопата у него, я думал, что он будет колотить удочку, а-ля там Fat Crank или Kassadaka Cubics, но оказалось нет. Игра оказалась очень такой мелкочастотной, ненапряженной, и интересная она пришлась не только головлю, но и некрупному жереху. Поймал я на него, по-моему, два или три небольших жерешка за сезон и, по-моему, пяток некрупных головлей. К сожалению, не все тоже. Я снимал как бы не каждую рыбалку, так бы видео было побольше. Просто тогда у меня канал был не настолько еще как бы живой, видео набирали там порядка 50 лайков и, дай бог, там тысячу просмотров. Поэтому я не все рыбалки снимал. Это сейчас я уже не представляю просто поездку на рыбалку, если не взял с собой камеру. В следующем году обязательно буду снимать все головли на рыбалке и рассказывать вам максимально по всем приманкам. Ну вот какой-то косяк, кстати, есть у этой приманки. Вот появились такие пятна под краской. Причем появились они уже дома. Видимо от того, что либо я не просушил его, либо это какой-то костяк с покрытием. Но у других приманок с Каги Дизайнс такого нет. Интересный воблерок. Очень, кстати, дальнобойный, компактный и тяжелый. Он летит примерно как вот колебалка. Далеко, точно, просто как бомба. И еще один воблер, которого у меня нет и которым стоит сказать. Это Lucky Craft LC05. Воблерок, который порадовал меня на первой же рыбалке, на первых же трех забросах принес мне головля чуть за кило. И заброса, по-моему, через два-через три он там же и остался. То бишь он влетел между двух камней на мощном перекате на водопаде и остался где-то там уковать. Или же его унесло куда-то. Ну, в общем, я с ним и расстался. А купить новый, увы, я себе не смог, потому что модель LC просто тупо практически нигде не продают. Хотя это спортивная, серьезная модель, разработанная специально для спортивной рыбалки, для ловли баса, для американских спортсменов. Но почему-то у нас ее не так сильно любят. Вот любят клатч, но бесспорно, это офигенный воблер. Но LC, также классный, прикольный воблерок, почему-то практически нигде не продается. А когда его завозят, его раскупают практически сразу. Потому что завозят буквально там по пять, по десять штучек. Вот жду, когда появится, и обязательно себе также закажу пару штук LC05, именно вот в этой версии. Потому что он такой поменьше, и заглубление самое оптимальное в размере, 45-му. Ну вот, в принципе, и весь, так сказать, мой топ, список самых уловистых и самых каких-то интересных моделей в этом сезоне. А на этом, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, если видео понравилось. Комментируйте его. А мне остается пожелать вам больших трофеев, большой удачи и ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.